Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Как это делается». С вами я, Юлия Чернявская. Сегодня я задумалась, как же делается, пожалуй, самый вкусный хлеб в нашем городе. Устраивайтесь поудобнее у своих экранов. Скоро я все узнаю. С древних времен хлеб был основой питания и считался символом богатства. В русских летописях о хлебопечении говорится как о деле весьма обыкновенном и одновременно очень ответственном. К труду пекаря всегда относились с почтением и уважением. От пекаря требовалось не только мастерство, но и честность. В своей работе ООО «Сдобный двор» старается придерживаться традиции русского хлебопечения. «Сдобный двор» печет свою продукцию исключительно для покупателей торгового центра «Атолл». Каждый день в зал поступает только свежая выпечка. Волшебный запах только что испеченного хлеба, аромат свежих хрустящих булочек поддерживает постоянный интерес покупателей. Итак, дорогие друзья, я сейчас оказалась в том самом святом месте на производстве. Это технолог Елена. Лена, как у нас тут происходит? Одеваемся специально, все как положено. Меня охватывает огромное чувство голода, потому что здесь, сами понимаете, когда хлеб пекут, как вкусно пахнет. Вы же знаете, вот и я сейчас узнаю, как же делаются хлебобулочные изделия. Пожалуй, самые вкусные в нашем городе, не устану повторяться. Я почти готова, поехали дальше. С чего начинается все-таки процесс? Юля, вообще производство хлеба начинается с подготовки сырья. Так. Мы используем, самым основным сырьем в хлебопечении является мука, соль и дрожжи и вода. Мука, перед тем, как пойти в замес теста, она просеивается, после чего она проходит через систему магнитового ловителей и насыщается в процессе кислорода. Соль и сахар используются в производстве в виде концентрированных проплитрованных растворов, в дрожжи и в виде суспензии. После того, как мы подготовили свое сырье к производству, начинается замес теста. В емкости стомисильной машины помещается все сырье, согласно рецептуре, просеянная мука, растворы соли, сахара и дрожжи. И начинается процесс перемешивания. Вообще, это очень сложный процесс, описать все процессы технологические, физико-химические, которые там происходят, очень сложно. Все начинается с того момента, как мука соприкасается с водой. Именно начинается процесс перемешивания. Это вам не миксером и блендером, знаете ли, да? Да. Нерастворимые белки муки соприкасаются с частичками воды и набухают, образуя клейковинный каркас. Что такое клейковины? Клейковина – это очень нужная вещь в тесте. От нее зависит, насколько поднимется хлеб. И вообще, чтобы не порвался, он хорошо растянулся, очень хорошо она удерживает пузырьки углекислого газа, которые образуются при брожении. Мы наблюдаем процесс замешивания теста для булочки с зеленью. Сюда в дежу тесто-месильную машину добавлено все сырье, согласно рецептуре. И сейчас тесто-мес включает кнопочку «Пуск» и начинается замес теста. Дорогой зритель, прямо сейчас мы наблюдаем процесс замешивания теста. Правильно я говорю, да? Тех самых вкусных булочек с зеленью, которые вы покупаете в торговом центре «Атолл». Что у нас происходит дальше? Собственно, тесто готово. Следующая стадия – это его брожение. Тесто переносится в бочки для брожения. И долго будет бродить наше тесто? Да, это тесто бродит от 20 до 30 минут, но в зависимости от номинования рецептура. Данное тесто будет бродить 30 минут. Здесь оно разрыхляется, увеличивается в объеме, и все это благодаря дрожжам. Я, оказывается, вообще ничего не знаю о хлебопечении, выяснилось только что. И после того, как вся процедура там закончилась, и уже можно приступать к... Да, после брожения следующая стадия – это формовка. Ага, вот он. Это так называется. Я никак не запомнила. Ну, пойдем дальше. Что у нас тут? Так, это самый интересный процесс. Процесс работы вручную. Да, Юля. После брожения наше тесто поступает на разделку, на формовку. В основном, свое изделие мы формуем вручную. Это очень важный процесс. И интересен тем, что мы можем экспериментировать с формой, добиваться той формы, которая понравится нам и нашим потребителям. Это у нас булочки с... Это у нас пирожки с вишневой начинкой. Пирожки с вишневой начинкой. Вы еще худеете, а я уже нет. С вишневой начинкой. Формовщик укладывает начинку, затем им придается форма пирожка. Слушайте, как легко и профессионально делается. Между прочим, я бы один такой пирожок делала бы полчаса. После того, как заготовки наши готовы, мы их укладываем на листы. Листы вставляются в тележку. И следующий этап – это растойка. В процессе формовки из теста удаляется практически весь углекислый газ. Тесто уплотняется. И для того, чтобы получить качественное изделие в дальнейшем, нам необходимо вернуть его первоначальную форму. Лен, я вижу огромное количество, конечно, через каждый определенный интервал времени тесто готовится. Сразу, опять же, во время съемки кладется следующая партия. Это, я так подозреваю, из-за того, что наши хлебобулочные изделия надолго не задерживаются на прилавках. То есть этот процесс идет просто бесконечно, целый день. Целыми днями. Да. Мы работаем исключительно по реализации в зале, поэтому мы можем одно и то же именование выпускать в три, четыре, а может быть и даже пять раз в день. О, как! От того, как формовщик слепит тесто заготовку, зависит будущий вид изделия. В основном ООО «Стопный двор» формует продукцию вручную. Этот процесс интересен тем, что есть возможность экспериментировать и искать ту форму, которая больше всего понравится покупателям. Некоторые виды хлеба проходят через формовочную машину. Изделиям придается форма, свойственная данному виду хлеба. Формование изделия – очень важный этап. Неудачная форма может привести к проблемам с пропеканием или с корочкой. Она может треснуть или ее сорвет. Или просто-напросто хлеб будет неудобно резать на куски и есть. Друзья мои, на этот процесс можно смотреть вечно, потому что близится к завершению уже изделие наше хлебобулочное. Вот здесь мы видим, будут пирожки с вишневой начинкой, а также яблоко плюс банан. Ну, вы помните, ну, вы знаете, те самые вкусные. Скоро они отправятся на листы, затем в печь. Это тоже очень интересный процесс, потому что ее величество печь здесь очень даже волшебное. Давайте посмотрим. Итак, наши изделия практически готовы. Ее величество волшебница печь уже ждет. Кстати говоря, о печи мы поговорим отдельно. Я поехала. Вот, Лен, казалось бы, да, на прилавках мы видим уже готовые изделия с пылу, с жару, которые самое первое, что с запахом так и манят, и своим внешним видом, естественно. А самый интересный процесс происходит за, то есть здесь. Куда мы пришли, расскажи, пожалуйста. После формовки, как я уже говорила, что из теста удаляется очень много углекислого газа, и тесто уплотняется, необходимо восстановить структуру клейковины. Это бывает возможным только в специальных шкафах, которые называются расстоечными. Здесь поддерживается определенная температура и влажность. Пока здесь стоят заготовки, они увеличиваются в объеме от 50 до 70%. За какой период времени? Все зависит от рецептуры и от массы изделия. Если это сдобное изделие, оно может стоять и до 120 минут. Вот оно, что. На самом деле здесь очень много полочек, и как бы все быстренько хоп-хоп. Подожди, отсюда куда это потом попадает? После расстойки, да, подготовка, если нужно, это нарезка или смазка меланжем, и потом в печь. Юль, ну как ты уже говорила, что здесь ждет ее величество печь, собственно, вот она. Вот она, голубушка. И здесь тоже выставляется определенная температура для определенных левоблочных изделий. Да, конечно. У нас вообще на производстве несколько видов печей. Ротационные, подовые, конвекционные. Конечно, принцип один и тот же, но продукция выходит абсолютно разная по качеству. Вот сейчас мы видим ротационную печь. Так, у нас три сестрицы или сколько? Три. Три печи, ага. Да, три вида печи. В каком случае мы используем три вида. Так, вот про эту мы уже, мне все понятно, а остальные можно посмотреть? Да, конечно. Здесь у нас что происходит? Это конвекционная печь. Принцип конвекционной печи, ну, собственно, ее можно назвать духовым шкафом, но производственным. Ага. Здесь можно выпекать, как вот, коржи для будущих тортов, печенье, булочные изделия. Эта печь снабжена пароувлажнением. Вот оно что. Да. Пароувлажнение очень важно. Почему? Потому что после растойки заготовки поступают в нагретую камеру, и с поверхности начинает быстро удаляться влага, и образуется корочка. Я первый раз слышу про такие печи у нас, честно говоря. А вот здесь вот? А это наша подовая печь, которую можно назвать самым старейшим оборудованием, потому что принцип ее работы заключен в нагреве пода, который передает равномерное тепло по всей камере. Как в старые добрые времена? Как в старые добрые времена. Как у бабушек и дедушек? Да. Только посовременнее? Да. Нужно также панелью сенсорной. Можно здесь выпекать одновременно очень разные виды хлеба. Задается определенная температура и время выпечки, и можно печь автономно. А это, дорогие друзья, тот самый хлеб молочный новый, который нравится не только моей маме, но и всем жителям нашего города, который является победителем... Он является победителем областного конкурса «Качество хлеба» в номинации «Выбор потребителя». Мы заняли первое место. Собственно, потребители-то и выбрали, действительно. И я даже знаю, почему. Потому что лично в моей семье его не режут, честно говорю. Его быстро, во-первых, съедают, ломают очень жадно. И вкусно. Ну, вы знаете. Опять же, ни для кого не секрет, вот эти самые пироги, у которых есть несколько наименований, правильно, да? Да, все верно. Пироги с творогом, с маком, с лимонной начинкой и с вишневой начинкой. Ну, честно сказать, я больше люблю с маком и творогом. А все, это уже готовый продукт у нас. А попробовать можно? Да, конечно. Слушайте, я ждала этого момента, вы представить себе не можете сколько. Я сейчас с ума сойду, честное слово. Лена, ты как человек, который работает в этой сфере, трудится, ты привыкшая уже. Для меня это что-то невероятное. Очень жаль, что невозможно через камеру передать эти замечательные запахи. И самое главное, вкус, дорогие друзья, как бы не съесть язык, честное слово. Это очень вкусно. И я знаю, в чем здесь секрет. Но расскажу его чуть позже. Так, это ставится как? Сюда? Да. Ага. Готово. Ну что ж, дорогие друзья, хочется поблагодарить ООО «Сдобный двор» за то, что рассказали мне, как это делается. И самое главное, что я узнала, самый главный секрет в том, что делается это все вручную, из натуральных продуктов и с огромной любовью для вас. Леночка, спасибо большое, что предоставили такую замечательную возможность увидеть все это изнутри, почувствовать запахи. И не только почувствовать запахи, но и попробовать вашу продукцию. Не за что, Юля. Мы всегда рады работать для вас. Это была программа «Как это делается» и я ее ведущая Юлия Чернявская. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok